Приветствую вас. Ну, я думаю, что проблема здесь заключается в том, что вы, на мой взгляд, чересчур, чересмерно, распорялись в своем музе. И сейчас вам просто не ради чего жить, получается. Вот на данный момент вам не ради чего жить, к сожалению. И в этом заключается основная проблема и основная беда. Если бы вам самой по себе было бы ради чего жить, то вы бы не зависели так сильно от своего мужа, от того, что он делает, и, возможно, бы не обесценивали себя, не обесценивали бы то, что вы из себя представляете. Не обесценивали бы свою позицию, свои какие-то решения, свои ценности собственные и так далее. Все бы это, все это бы вы не обесценивали. А так, муж чувствует и знает, что от него, вероятно, вы никуда не денетесь. Чувствует и знает, что вы с ним, что вы всегда будете рядом. Ну и, соответственно, чувствует, как вы растаряетесь в нем, в музе, я имею в виду. И ему это, конечно, не нравится. Его это, конечно, не устраивает. Нет, он не ждет от вас перемен. Это вот очень важно понимать, что именно от вас, да, перемен никто не ожидает. Но человек предпочитает решать твои проблемы, твои проблемы, так? Как он умеет, может так, как он хочет, так как он привык, может быть. И не особо его волнует, что по этому поводу думаете вы. Печально ли это? Да, печально. Могло бы быть по-другому? Да, могло бы быть по-другому. Что для этого нужно, чтобы было по-другому? Более ценностные отношения к себе. Ну, я бы так сказал. Более ценностные, более ценностные отношения к себе самой. Вот. Тогда был бы шанс. Вот. На мой взгляд. Тогда была бы возможность, что человек как-то вот, ну, по-другому бы себя... был бы шанс, был бы шанс. А пока, ну, вот мы имеем дело с тем... К сожалению. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы знаете. Дальше. Я не понимаю ничего. Что именно вы не понимаете? Что это? Как так? Боль превращается внутри, которая отхранит добрые отношения. Зачем вы хотите отхранить добрые отношения? Для чего? Вы пытаетесь сохранить добрые отношения? Первое. Второе. Боль в данном случае это нормально. Ну, вообще, некоторые болезни это норма. Здесь. И... Ваша задача заключается в том, чтобы эту боль проработать. то есть, условно говоря, постараться увидеть, ну, причины и основания для боли. Так вот, именно причины, именно основания. Стоп, конкретно я буду... я там... Ну, это... Что это? Ну, что это? Стоя на крыльный, наверное, вот. На этой связи. Ну, что это? Ну, это. Если я вот.. Эдик. Это очень важный момент, как мне кажется. Вот, поработал с вашей, ну в том числе, болезненностью с вашей, в том числе, болью, которая у вас имеет место быть. Вот, можно уже дальше смотреть, как и что делать. Что, что, что конкретно можно сделать? Как конкретно можно вам помочь? Например, вот это то, что я могу вам сказать. Это то, что случилось. Это то, что случилось. Который назревел и назревел долго. И нужно его разбирать. На этом все. Определите для себя, пожалуйста. Что конкретно вы теряете в уходе? Музя? Чего вам больно? Вот, что это за боль? Вот. И это послужит стартовой точкой работы вашей, психотерапии вашей. На этом все. Я вам желаю удачи. Всего самого доброго. До доброго. До доброго.